Всем привет! Тут, возможно, немножечко ветрено, все-таки открытое пространство. Мы специально сделали выезд, потому что дома провести эту съемку невозможно. Вот, Никита за кадром, он мне помогает, будет комментировать по ходу дела, свои такие авторские реплики вставлять. Итак, Ферина. Я даже не буду коверкать язык, как это произносится. Довольно-таки неплохая трекинговая палатка. К сожалению, я не посмотрел, сколько веса заявляет производитель. Давайте посмотрим, сколько он есть реально. Реальный вес 3 килограмма. Ну, давайте перейдем к установке. Первая палатка, которую я встречаю, ее друг дал. Что здесь внутрь приклеена такая вот непромокающая инструкция по установке. Это прям Ферина молодцы в этом плане. Опа, Ферина. Что, сломал уже? Ага. Тонкий, мягкий, дешевый пластик. Видно было? Не факт, что дешевый, но пластик. Видно было? Собственно, пока просто тента нет, надо что-нибудь что-то сказать. Да, вот сними вот эту вот конструкцию. Как кепочка. Да. Давай сразу уж посмотрим на входовую часть. Входовая часть имеет противомоскитную сетку. При этом закрыть эту противомоскитную сетку нельзя. Она летняя, видимо. Ну да, палатка летняя, открывается очень широко, удобно, имеет два одинаковых входа, куча вентиляционных окон. В такой палатке можно будет спать не до 8 утра, а часов до 11. И за это имеет смысл даже заплатить. Так, ну, собственно, давай сразу заглянем внутрь. Может, с той стороны заглянуть. Вот палатки с двумя входами этим удобны. Здесь-то такая вот дверь вешать носки можно очень удобно. В центре крючок. По бокам карманы. Карманов 4. Они 6? Нет, 4 вот. Нет, 6. Где 6? А, 4. Это не карманы, да. 4 карманов. А, нет, больше. 5? 6 карманов, да. Ну, Клешка, ты на коленях, если здесь встанешь, ты выпрямишься? Нет. Ну, почти, почти. Да что, почти. Если почти, мне голову втянуть не нужно. Ну, она очень высокая, надо обязательно об этом сказать. Ну, так вот, смотри, она мне метровая. Мне метр тридцать, метр тридцать. Палатку нам дали без колышков, поэтому приходится обходиться другими. Альтернативой в лесу вы всегда можете наколоть дров. Ломать дров вы можете в лесу. У нее два входа, ну, это я уже говорил. Вентиляционное окно. Регулируемое. Под разную высоту, это очень удобно. Противоштормовые оттяжки множество. При этом даже без установки этих оттяжек, внутренняя палатка с внешней не соприкасаются. Спереди козырек, чтобы вода не попадала на молнию. То есть, это не вентиляционное окно. Это козырек. Вот. Показываю, что это не окно, а это козырек. Я не эксплуатировал данную палатку, но видится мне, что это вполне себе удобная палатка для достаточно серьезных походов. Правда, без особых осадков. То есть, ставить ее на болото, учитывая толщину нижнего слоя, не рекомендуется. Она сделана очень добротно, очень качественно. И в то же время у нее большое внутреннее пространство и достаточно объемные табура. Поэтому я бы ее взял бы, наверное, даже попробовать в велопоходе. Хотя, не уверен, если честно. Все-таки, по мне, немножко другой тип для велопохода. Но это не отменяет того, что палатка сделана очень качественно, добротно, но не считая отлетевшего крепежа. Алексей отказывается говорить, что в такой палатке можно будет спать несколько часов еще при активном солнечном излучении. Ну, то бишь, не 8 метров подъем, а в 10, в 11 можно будет поспать немножко. Я уверен в этом, что такая ситуация будет. Еще хочу даже порекомендовать способ. Если уж так сложилось, что вы проснулись утром от этого солнца жаркого, выгнете из поспальника пенку и лягте просто на землю. И получить оборожение почек, да! Да, да. Или несколько часов сладкого сна. Снаряжение предоставлено нам фирмой Холодильник.ру. Спасибо за некое спонсорство. Очень хороший безмен, просто великолепно себя показал для поездок. Надежный, легкий, безотказный. Как автомат Калашникова. Ну, я же говорил, Никита будет реплики вставлять.